Всем привет! Сегодня небольшой ролик по поводу вирусной программы ВКонтакте DJ. Кстати, очень рекомендую ее устанавливать, потому что программа по своей сути является вирусной продукцией и принесет вам немало проблем. Вариации этих проблем различны. В моем случае программа засела в автозапуск и постоянно выскакивало такое окошко. Вариации избавления от этой программы тоже разнообразные. В принципе, она всегда устанавливается в разные места, по разным способам, разными методами. И поэтому я облазил все форумы, что можете сделать и вы, посмотреть, какие варианты устранения есть. Я не буду дублировать их. Я вам покажу, где эта программа засела у меня и также, что сделать после ее удаления необходимо будет. Или же, если вы совсем не можете ее удалить. Итак, мой случай. Для начала нажимаем в проводнике троеточие, свойства, вид. Нажимаем показывать скрытые папки и файлы. Переходим в диск C, программ дата. Дальше здесь находим следующую папку, Precipitation Privileges, и пытаемся ее удалить. Через Uninstaller у меня не получилось ее удалить, поэтому я просто удалил содержимое этой папки и саму папку. Конечно же, наивно полагать, что мы полностью избавились от программы ВКонтакте DJ мы не можем. Поэтому нам понадобится программа для удаления вирусов в подобной тематике. Это программа Malware Anti-Malware Bytes. Ссылочку оставлю в описании на нее. Она как раз удаляет программы такого характера. Сделаем полную проверку вашего компьютера, и она обязательно найдет остатки от этой программы. Сразу скажу, что программа ВКонтакте DJ обычно устанавливается пакетами вредоносных программ, поэтому мы еще, вероятно, найдем программу автоматической установки Яндекс.Браузера, которая сидит у нас в автозагрузке. Что, в принципе, и произошло. Далее нам необходимо перейти в историю обнаружений, выбрать необходимые файлы для удаления и удалить их с вашего компьютера. После чего проблема ВКонтакте DJ должна у вас исчезнуть. В общем, рекомендую использовать эту программу при любом раскладе. Даже если вы ВКонтакте DJ ударили вручную.